Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Вы на канале Евангелие в последнее время. И с вами Игорь. Я нахожусь в городе Сарасото. Это очень известный курортный город на берегу Мексиканского залива, очень дорогой. Но вот мы здесь, совсем недалеко от океана. И буквально через некоторое время мы начинаем евангелизацию. Мы будем проповедовать Евангелие. Я еще нахожусь во Флориде. Очень жарко, очень жарко. Но время последнее, поэтому сколько Господь даст еще силы с любовью возвещать Евангелие и молиться за людей. Это наша команда. Три молодых человека. Вы видите их. Да, слава Богу за них. Вот. Будут мне помогать. Или я им. Вот такой циркл. Он называется Сент-Армандо Циркл. Да, и здесь очень просто пешеходное движение. Очень много ресторанов, магазинов. И вот люди ходят здесь. Мы должны просто найти место, где встанем и будем проповедовать. Молите за нас. Я думаю, что видео будут сделаны, и мы их выставим. С Богом и шабад шалом. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы проповедовали слово Господне о Божьей любви, о том, что сегодня день благодати и милости, что Бог также и сегодня прощает наши грехи. Не знаем, что будет дальше и сегодня вечером, и что будет завтра. Благодать завершается, и мы это видим по событиям, которые происходят сегодня в этом мире. Но пока у нас есть возможность проповедовать Евангелие, молиться за людей, раздавать Библии, участвовать в жизнях других людей, иметь сострадание, то это здорово. Это благословение от Бога для каждого из нас. Что я могу сказать? Слава Богу, что я помню, проезжала только одна машина, да, ребята, и кричали там, я не знаю, проклинали, ругали нас. Мы выставим видео, у нас видео есть, да. А так было все спокойно, одна семья подошла, католиков, по-моему, они потеряли пятилетнего ребенка, и мы молились. Очень много туристов, я говорил, что город очень дорогой, ну, очень приятный, очень хороший пляж, да, на Белом песке, Мексиканский залив. Ну, вот со мной двое из братьев молодых, которые принимали участие, слава Богу, за них. И один подойдет, просто мы нашли сейчас ключи, кто-то потерял, и мы находимся на станции полиции, что просто отдать полиции ключи, может кто-то обратиться, и так он сможет получить свое назад. Ну, и познакомьтесь с ними, они будут говорить по-русски, еще один подойдет, наш брат, он по-английски только, и я буду его приведить. Ну, назовите, начнем с тебя, как зовут, и что ты скажешь о сегодняшнем служении для вдохновения братьев и сестер, все, кто сейчас слышит нас по-русски, да, кто понимает нас, что были или имели вдохновение. Скажи, пожалуйста, как зовут тебя, и фамилию не надо, только как зовут, и что ты скажешь о сегодняшнем служении. Здравствуйте, мое имя Эрик, и сегодня с ней служение было очень такое вдохновляющее. Ты видишь, как люди просто видят себя, они такие, вау, я специально тут кругами шел, чтобы тебя просто послушать. Просто это очень хорошо, чтобы мы знаем, что мы не одни, что это очень вдохновляет других людей. Да, я хочу просто сказать, что учтите, что это почти американцы, и слава богу, за такой русский язык, который у них есть. Почему? Потому что им все равно тяжело говорить на русском, так в основном и школы, и все остальное по-английски. Спасибо тебе, второй молодой человек. Привет, привет, меня зовут Марк, я больше по-украински говорю, но я могу немножко по-русски говорить. Я хочу сказать, что сегодня было благословение, это надо больше делать всем нам, проповедовать, смотреть, как люди живут, и рассказывать Евангелие этим людям, чтобы они знали, как спастись. И пусть Бог вас всех благословит, и слава богу. И вас, Эрик Марк, пусть Бог благословит, спасибо за помощь. Сейчас придет Артур, и мы запишем его. После этого вы посмотрите видео, мы соберем такую сборку, и вы посмотрите. И очень сильное солнце, прошу прощения, немножко удалило меня, нужно немножко отдохнуть, потому что болит голова. Шапки, к сожалению, у меня не было, но ничего, Господь добрый, зная, что поможет и мне, и всем нам. Вот Артур подошел, сдал ключи. Что полиция сказала, мы записываем. Я сказал дякую. Дякую, да, на украинском языке сказали. Спасибо сказал, да. Артур, коротко, одна минутка, мы записали Эрика, Марка, давай по-английски, я переведу тебя. Коротко говори, чтобы я мог следовать, хорошо? Добрый. Для меня это было очень хорошая экспериенс. Я очень ценен, кто любит раз-то Conversations с людьми. Я человек, который все же ценю один на один как бы индивидуальную беседу. Но это служение именно, как я понял, публичное, было очень интересно, как люди вообще реагируют. Это было очень необыкновенно, когда люди могли говорить привет и что, и кто-то поворачивался, да, и шел назад. Не обращал внимания, скажем так, да, окей? И для меня эта экспириенс для меня как открытые голоса, реакции людей в этом мире, да. Мы должны все же выходить как бы в люди и проповедовать Евангелие. Хорошо, вот так, Артур, ты и разговариваешь на украинском языке, да? Да. Без проблем, не мало проблем, да? Так себе. Хорошо. Слава Богу, также за дары, которые мы имеем от Господа, что Господь дает нам возможность выучивать разные языки. Благословение народу Божьему. Мы едем немножко отдохнуть, думаем выйти еще раз вечером, но, может быть, и не сможем, потому что устали. Очень сильное солнце. Благодарю за молитвы. Вы на канале Евангелие в последнее время. С вами были Эрик, Марк, Артур и Игорь. Давайте посмотрим эти видео и благослови вас всех Бог. Проповедуйте Евангелие. Это в последнее время. Шабат шалом. Шабат шалом. Вот так, друзья, мы прибыли на второе место. Здесь у нас рыбаки и такие тоже есть. Видите, после одной рыбалки духовной мы вот сейчас на физической рыбалке, но не совсем, потому что здесь мы тоже будем проповедовать Евангелие. Вот такое место называется Венес или Венеция, но это американская Венеция, недалеко от Сарасоты. Очень много туристов. Просто благодать, тепло, вода. Молите за нас. Мы попробуем совместить первое духовное, а потом физическое.